Друзья, всем привет! В сегодняшнем ролике я хотел бы вам показать необычный способ изготовления ручки для молотка. Я думаю, вам будет интересно. Я и ранее делал ролики, посвященные молоткам. В одном из них я восстанавливал вот такой молоток и делал стандартную ручку, насаженную через резину. Держится намертво. Также я в одном из роликов изготавливал вот такую ручку, а точнее способ насадки молотка на нее. Просверлены два отверстия, одно в торце, а другое сбоку. В отверстие сбоку вставлен мебельный бочонок, а в торец закручен болт через шайбу. Тот ролик набрал много просмотров и была куча комментариев, что ручка сломается в месте проделанных отверстий, но с ней так ничего и не случилось. Естественно, эту ручку при большом желании можно сломать, поэтому сегодняшний ролик будет посвящен именно такой ручке, которую даже при большом желании будет проблематично сломать. И забегая вперед, сразу скажу, нет, это не кусок трубы, приваренный к молотку. Делать ручку буду сегодня для вот такого молоточка, который я нашел у себя в мастерской. Он требует некоторой чистки от ржавчины, поэтому возьму для этого УШМ вот с такой чашечной корсчеткой. Друзья, в работе мне сегодня помогает вот такая мощная УШМ с регулировкой оборотов и бесщеточным двигателем для продолжительной тяжелой работы. У Makita это довольно-таки новая линейка с буквенным обозначением XGT. Работает от 40-вольтового аккумулятора. Мощность этой УШМ аналогична сетевой мощностью 1100 ватт. Технология AFT отключает двигатель при заклинивании диска. Можно установить кожух для штрабления с пылеотводом, а функция AVS будет кстати для беспроводного подключения пылесоса. Плавный пуск, электрический тормоз двигателя для максимальной производительности, пылевлагозащита, быстрая зарядка. В общем могу сказать, что это самая крутая и мощная аккумуляторная УШМ, которую я когда-либо держал в руках. Работать ей действительно удобно. Если раньше я брал с собой сетевую УШМ на всякий случай, то теперь у меня такой необходимости нет, потому что аккумулятор заряжается за полчаса, а в это время я работаю вторым. Заряда как раз хватает. УШМ, как и многие другие инструменты, я заказывал в магазине Всеинструменты.ру. У них имеется более 450 магазинов или пунктов выдачи в более чем 200 городах России, где и можно забрать заказ, либо просто что-то купить из наличия. Все подробности можно будет посмотреть по ссылке в описании. Также там будет промокод на скидку 10% на весь аккумуляторный инструмент Makita. Далее, чтобы получше избавиться от ржавчины, я решил пройтись антиржавчиной, а затем еще раз почистил корсщеткой. Теперь понадобится небольшой кусок 32-миллиметровой полипропиленовой трубы, которую я помещаю между двух брусков и зажимаю струбцинами. Далее строительным феном хорошенько прогреваю, особенно изнутри, и по мере нагревания я постепенно зажимаю струбцины, чтобы сделать из круглой формы трубы овальную. Далее немного снимаю с одного края, лепестковым диском. Немного прогреваю этот край и забиваю молоток. Еще раз нагреваю край уже с надетым молотком и забиваю клин. Лишнее отрезаю. Теперь корректирую длину ручки. Я всегда это делаю вот таким способом. Далее убираю все заусенцы наждачной бумагой и потом подкрашиваю для эстетики. И получилась вот такая вечная ручка для молотка. Держится намертво. Сломаться у пластиковой трубы не получится, плюс она легкая. Для удобства можно на место хвата намотать изоленту. Или, как в моем случае, вот такую прорезиненную ленту. Друзья, надеюсь, вам понравился такой вариант исполнения ручки. Если это так, то ставьте лайки. В комментариях напишите свои мысли, какие тут достоинства или недостатки. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok